здравствуйте дорогие телезрители и конечно мои подписчики на канале youtube очень рада нашей встрече и сегодняшняя тема она будет про растение которым вы давным-давно привыкли но всегда делаете одну и ту же ошибку специально уселась в таком месте где не только на моем столике но еще и сзади меня посмотрите огромное количество растений которые называются или бегонии или глоксинии вы должны помнить что среди вот этого всего многообразия и вот этого тоже есть растения которые ну вообще домашние вообще-то да не садовые а есть садовые бегонии это к ним относится такое разнообразие глоксинии как правило растут только дома и период покоя у них зимой наступает обязательно ну давайте начнем по порядку сейчас я открою пакеты чтобы показать вам что между ними все-таки есть небольшая разница их легко будет узнать вот открываем пакет с такими бегониями и это бегонии конечно же садовые почему я делаю на это упор да потому что все-таки они лучше себя будут вести не дома ну дома жарковато для вот таких бегоний поэтому мы я хочу показать как правильно их про растить перед тем как уже заставить их расти и цвести в наших садах нужно помнить одно золотое правило эти растения не любят прямых солнечных лучей посмотрите какая красотка боже ты мой в это все стряхнем это нам не нужно вот картофелина или ложный корень бегония имеет вот такую форму видите в форме как будто гриб перевернутый обратной стороной шляпки есть выгнутость а есть вогнутое место вот там где вогнута не с этой стороны здесь корни видите это старые корни и не надо ничего вот тут шелушить пожалуйста растение само себя закрывает и прикрывает от болезней и прочих механических повреждений ну вот здесь есть такие горбики где явно просматриваются уже проснувшиеся почки и это здорово и конечно каждый из вас мечтает скорее бы все это заткнуть в землю как мы любим говорить да и скорее все это вырастить и чтоб оно уже свело этого добиться очень легко это кажется я извиняюсь это кажется что растение капризно и не очень как бы к нам благоволит ну вот посмотрите это глоксиния она имеет почти такую же форму бо у нее выгнутая часть несколько прямее просто у бегонии всегда вот вот так вот вот всегда чашечкой и здесь и с одной стороны корни с другой стороны должны быть почки и знаете не очень легко отличить видите она почти одинаково с обоих сторон для того чтобы прорастить вот эти корни клубни правильно нужно не закопать ее в землю всю как некоторые это делают пожалуйста не надо это неправильно просто приложите ее к почве выгнутой стороной это бегония выгнутой так чтобы вогнутая сторона была наверху то есть там где почки наверху приложите ее к почве и вот такими круговыми движениями не очень сильно не раздавливая края чтобы не отломать ничего вы ее вкручиваете в почву плотно почва должна быть увлажненной но не мокрой увлажненная почва этого достаточно если вы считаете что почва все-таки суховато вот у таких контейнеров есть специальные отверстия видите можно налить сюда водички и все это в поддончике поднимется к луковице но немного совсем значит мы вкрутили луковицу оставьте ее в покое все вы все сделали но вот с такими вот клубни луковицами конечно вы будете сидеть и думать а как же ее положить все-таки у нее есть выгнутая сторона и плоская сторона значит выгнутой стороной мы обязательно поставим ее на землю и такими же движениями подкрутим ее по кругу и также оставим на проращивание но я вам показываю в таком контейнере только потому что ну так ну зрелищнее так вы увидите что с ней надо делать а вообще каждую луковицу бы желательно в отдельный горшок почва естественно у нее не нейтральная а кислая то есть перегной торф для нее не возбраняется но и песок или агроперлит в составе должен быть обязательно то есть очень питательная почва горшок не должен быть вот такой да он может быть большой туда можно три растения посадить но он должен быть невысокий так как корневая система у тех и других растений углоксиния бегуния она все-таки не занимает очень много места то есть не уходит вглубь почвы достаточно 20 там 18 сантиметров для того чтобы она комфортно себя чувствовала но на дно такого контейнера обязательно бы хотя бы керамзит туда положить то есть дренаж для того чтобы корни не задыхались она этого не любит вот когда у этой клубни луковицы тронутся в рост почки они обычно розовые или чуть беловато розовые и достигнут хотя бы там пары сантиметров да вот только тогда вы можете позволить себе присыпать ее надо еще дополнительно почву присыпать ее так чтобы ваши почки оставаясь на поверхности а края луковицы уже были присыпаны и это уже как бы окончательный вариант не надо вот насыпать вот столько почвы это не требуется пожалуйста помните об этом как только если еще не проросли почки и появилась здесь влажная почва земля там неважно что то она начнет гнить вот в этом вся беда обрабатывать такие клубни луковицы можно и максимом и фитоспорином ну все как вы захотите если вы вдруг обнаружите что на этих клубни луковичков есть какие-то мягкие провалины там до какие-то пятна почистите ну ножом и возьмите зеленочку и ватной палочкой все это отработайте то есть все это прижгите это нормально этого вполне достаточно не так уж сильно они болеют а когда вы привезете вот свои контейнеры уже с растущими я слышу что вы говорите а вот когда расти начнет надо сильно подсыпать почву не обязательно все-таки чуть-чуть а клубни луковица должна быть видна чуть-чуть должна быть видна и только побеги ее будут уже над вашим контейнером или горшком и обязательно выберите ей место где практически свет будет а солнца не будет чем меньше прямых солнечных лучей тем великолепнее будет ваше растение вы услышали меня я надеюсь всего доброго вам и до свидания всегда с вами и всегда ваша тетя таня